всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий мы с тобой продолжаем продолжаем играть в ассасим в первый у нас все больше и больше проблем с тобой возникает но в том плане тоже за нами все больше и больше стражников бегает вот чтобы собрать сведения об окружающим использовать так нам надо идти в этот короля там над вам грохнуть дошли дожили на короле охотимся вот той серии был неудачная неудачный у нас заход в том плане то что все знали кто вы такие что вы такие а куда нам извините извините туда забежал как бы одессе ухту я могу выйти здесь нет там люди стоят плотно пусть там есть там люди плотно стоят ну что он делает о чем он только думай тебе не следует но и тейтона должна быть причина мой с каком все здесь стоит надеюсь от мой скакун хотя я не знаю я на белом катался значит это мой скакун неужели да ребят мы на скакуне извините королевство нам куда-то напугаю куда нам надо освобожденные наблюдатели будут блокировать преследовать да 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 нам куда надо там арсу в общем как ваку топ варсу по левой стороне всегда держаться извините и все время по левой стороне то это в принципе неплохо как на сейчас будет дорогу найти как ваку а крошу дам пошел тут же смотреть здесь если мне не изменяет память помощь а здесь битва с королем будет главным это что здесь тебе конец труп большинке я даже мусска скачем можно в принципе сюда но надо держаться более левой стороны умоляю извините нам сюда ну да и налево там нет перекрыли дорогу молодцы все в принципе практически доехали песенка здесь был нет нормального на лошадь не придел все муж прискакали заметь все время то что они здесь на нас агриться толку нету ну они нас ни разу не поймали забирайтесь на высокие здания чтобы осматривать да 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 а здесь до крестовый поход какой-то у них банки кученьки я обязательно а да ладно ладно контру так атаках ловить вам ловить ребятах на контратаках да куда ты блять залез тейр слизь на я где-то ну я я я я я я я Пошел на хуй. Что, плохо стал тебе? Это плохо. Это плохо, что тебе стал плохо. До свидания, мужчина. Вы меня не интересуете. Там лучник стоит в углу. Такой, типа, не придурок. Ебать, этот удар. А что, вы все на меня? Хуе себе. Эх, хорошо, на контрудаторах ловим. Я нажал. Я нажал, почему-то не отыграл. Хорош. Медаль, как вас один ассасин. Один ассасин. Убил десятку. Уже 15 человек. Я... Блин, я великолепный воин. Я стою сотню бойцов. Так, еще у нас ножички есть, я помню. А схоронение будет у нас? Ох, ебать их там. Это они сейчас ко мне, да? Ммм, может их ножичками раскидать? Может, удастся пройти? Я тебя поймаю! Нет, не удастся. Да блядь, достань ты нож-то, блядь, этот свой кинжал. Это спины, сучки. Они еще все спрыгнут на меня. Давайте спрыгивать. А меня здесь нет. На, еще друг друга убили, убили друг друга. Они очень умные, ребята. Поебало. Ни хрена их народу. Да-да-да, я проиграл. Блядь, откуда вы все беретесь, блядь? Вас целая армия, нахуй. Целая, блядь, армия здесь против меня. Не, да, не победить. И ты, последний. Козлы. Сколько я здесь народу бы убивал? Человек 15 минимум. Ну, они не мертвые, ребята, им просто плохо стало. И не, заметьте, ни одного сохранения. Если бы я сдох, я бы... О, только сейчас сохранение. Я бы заново все начал. И что, мне с ними тоже сражаться? А нельзя было более скрытный путь выбрать? Он не успеет. Он не успеет. Тебе не уйди. Ухуешься. А у сюда залезть? Я тебя загоню. Слезь. это будет совсем не я же сам напрягаюсь ребят пока все делаю неплохо хорош я не знаю видим разработчики думали что мне мало сражений и такие раз в конце а давай ты будешь убивать 50 солдат чему-то научился показывай ассасин уйди смысле уйди какого черта тебе надо уйди говорит я ваш тут всю бригаду блять положу следующий раз будешь думать перед тем как лезть в драку не приближайся я принес слово а не меч хочешь обсудить капитуляцию самое время вы не поняли меня послал аль-муалим а не салах адрес один ассасин что это значит говори да поскорее среди вас предатель и он нанял тебя чтобы меня убить боюсь что у тебя ничего не выйдет я пришел не за вами а за ним тогда говори посмотрим правда ли это кто а кто он а кто он выслушайте меня вилем манферрат с помощью своей армии он собирался захватить акру гарния дэна плюс он сумел бы внушить что угодно всем кто не подчинится сибрант он планировал установить блокаду на море чтобы вы не смогли прислать помощь они предали вас приказа отдавал робер ты ожидаешь что я этому поверю вы знали этих людей лучше меня вас правда так удивило знание об их грязных намерениях это правда повелитель перед вами ассасин эти твари известны своим коварством конечно это неправда мне нет причины лгать о есть ты боишься за свою драгоценную крепость я и не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев я сражаюсь за жителей святой земли если мне придется отдать жизнь ради мира да будет так складывается странная ситуация каждый из вас обвиняет друг друга на это нет времени я должен ехать к саладину и заручиться его поддержкой чем позже тем сложнее и будет добиться подожди минуту робер зачем чего вы хотите вы же не верите ему это важное решение я не могу принять его сам пусть его примет некто более мудрый спасибо вам нет робер не ты кто всевышний пусть все решит поединок несомненно бог будет с тем чье дело праведное если вы этого желаете желаю желаю да будет так к оружию ассасин ебать блядь а ну да вы только пачкой блядь умеете налетать я забыл блядь 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 и третий раз блядь блядь я мог же добить выглядит может клинок и вот так клинок и вот так клинок надо вот так твоему плану конец как впрочем и тебе ROI Ха-ха-ха. Ты ничего во всём этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя, как и меня. Говори яснее, тамплиер. Либо молчи. Он послал тебя убить девятерых, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Ну, его нашли не девять человек, ассасин. Не девять, а десять. Кто десятый? Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберёшь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да. Главный лжец. Мы с тобой лишь пара пежек в большой игре. И теперь с моей смертью остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А, а его да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший брак, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Короче, наш хозяин это главное. Отличный бой, ассасин. Сегодня Бог благоволит тебе. Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. А, ты можешь не верить в него, но, похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем проделывать такой путь, так рисковать жизнью, ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. А, значит, месть. Нет, не месть. Справедливость. Чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир. Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя врезать. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь! Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы такие, какими хотим быть. Ха-ха-ха. А вы всегда играете словами. Я говорю правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей. И я должен быть с ними. Но, может, поняв, насколько он уязвим, он обдумает свои действия. Да. Может, потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недом. Да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть, что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек. Как и мы. Как и ты. Да пребудет с вами мир. Да. Пребудет с вами мир. А что нам надо куда-то идти? А можно допахнуться? Цель уничтожен возвращаясь к Аль-Муали. Может, опахнуться, пожалуйста? А то опять идти через 500 солдат я не хочу. Спасибо. Вот это жопа, да, ребят? Сколько человек? 50 замочили, не меньше. Я сказал, встать, черт возьми. Слушай. О, нет. Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмонд? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой, и я их не приглашал. Это уж точно. Доложите ситуацию. Мы под обстрелом. Вы сдержите их? Или мне эвакуировать пленников? Пленников. Пять или шесть. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд. Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатией? Бросьте вы. Ладно. Скоро им всем придет конец. Вот, послушайте. Угроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд. Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее. Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим. Ну, давайте. А нам осталось буквально вот этот, немножко. Я с ней могу, наверное, пообщаться. Да, он сейчас уйдет. Я, наверное, с ней могу пообщаться. В жопу. Давайте быстрее уже закончим. Нам надо с этим пообщаться, с мужиком, с нашим. Ну, с нашим предводителем. Встать. Раньше обычного, док. Я хочу закончить это поскорее. Как скажете. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Ну, кто-то из нас будет помнить. Давайте, поехали. Последний, да, там, по-моему, получается. Вы можете использовать незаметные убийства, чтобы... Что здесь произошло? Где все? Отправились к хозяину. Это тамплиеры? Они напали снова? Они прошли путем. Каким путем? О чем ты говоришь? Путем к свету. Ты бредишь. Есть только то, что показал хозяин. Это истина. Ты сошел с ума. Ты тоже пройдешь путем? Или умрешь? Так говорит хозяин. Это Аль-Муалим, верно? Что он сделал с вами? Слава хозяину, ибо он отвел нас к свету. Угу. Мне кажется, по-моему, здесь сейчас с нашими надо будет сражаться. Ну, короче, мозги всем прокомпенсировал. Еще, знаете, такая атмосферка такая серая. А вы что? О, Муалим! Веди нас! Приказывай! О! Понятно. Опять ТНТ насмотрелись. Во все верить начали. Что мир идеален. И все зависит только от вас. Понятно. Поменьше это говна развлекательного смотреть. Вон, сейчас против братьев своих будем сражаться. Что? Что им надо? К хозяину-то меня пустите. Умрем, умрем. Понял. Не пустят. Опять еще 50 человек надо убить. Вот на него, да блять. Ты не сможешь бегать вечно. Ужас. Ой. Винч. Так. Пошел отсюда. За приказу хозяина. За свет. Предатель. За хозяина. Он не прошел путем. Быстрень. Да блять. Охереть. Вы заметили, да, ребят? То есть. Ну всю игру бегали. Кого-то там выискивали, вынюхивали. Все делали аккуратно. А тут мочилово, короче. А тут прям мочилово. Мы уже человек в 100 убили. Блять. Пиздец. Ты смотри сколько их. Трындец. А, наши пацаны нам помогли. Альтаир, сюда! Ой. Я в шоке. Куда сюда-то? Вовремя ты появился. Похоже. Нужно защищаться, друг. Аль-Муалим нас предал. Да. И своих дружков-тамплиеров тоже. Как ты узнал? После нашей беседы я вернулся в развалины под храмом Соломона. Робер вел дневник. Записывал все свои откровения. То, что я прочитал, потрясло меня и открыло глаза. Ты был прав, Альтаир. Повелитель использовал нас. Мы должны были не спасти Святую Землю, а отдать в его руки. Его нужно остановить. Осторожней, Малик. Он сделает с нами то же, что и с остальными, если сможет. Держись от него подальше. Что ты предлагаешь? Моя рука крепко держит клинок, а люди все еще верны мне. Мы тебе пригодимся. Тогда отвлекайте рабов. Нападите на крепость с тыла. Если они отвлекутся на вас, я доберусь до Аль-Муалима. Я сделаю это, дай. Эти люди, они подчиняются чужой воле. Не убивай их без нужды. Да. Аль-Муалим отринул Кредо. Но это не значит, что мы поступим так же. Я постараюсь. Отлично. Мира и покоя, друг. Твое присутствие принесет и то, и другое. Так. Слава богу. Так, контрольная точка. Давайте здесь заберем ее. Я долго на нее смотрел. Когда играл. Ну что, рабы? Он прикрывается невиновными, да? Где он? Родненький наш. Что это? О, ученик вернулся. Я никогда не убегал. И никогда не слушал. Поэтому я жив. Что мне с тобой сделать? Отпустить. О, Аль-Таир. В твоем голосе ненависть. Отпустить тебя. Это будет неразумно. Зачем тебе это? Я нашел доказательства. Доказательства чего? Что ничто не истинно. И все позволено. Сюда. Старик сошел с ума. Уничтожить предателя. Избавить от него мир. Я еще и предатель. Да, блядь. Да, блядь. Пропускаю много. Блядь, теперь все, кого мы убили. Это обычные ассасины были. Блядь. Сразись со мной. Или боишься? Я сражался с тысячами людей. И каждый из них был сильнее тебя. Все они мертвы. От моей руки. Я не боюсь. Докажи. Чего я могу бояться? Взгляни, каким могуществом я управляю. Дюпнул. Дюпнул себя, пацан. Так ты меня отпусти, чтобы посражался ты с тобой. Блядь. Все, хп ушло. Так, мужики, знаете, что я думаю? Пора немножко побегать. Блядь, я сейчас сдохну. А, а, а. Давай немножко побегаем, потому что я не хочу переигрывать. Мужки, кружочек сделаем. Что-то у меня как-то размотали. Слушайте-ка, а если мы вот так вот? Подожди. И побежали. Да побежали, я говорю. Еще побегаем. А надо от Хильдс. Ножечки-то помогли нам. Опа. Я нашел настоящего. У тебя есть последние слова? Ты солгал мне. Назвал злом цель Робера. Хотя у тебя была такая же. Я никогда не любил делиться. Ты не победишь. Другие найдут силы восстать против тебя. И поэтому, пока у людей сохраняется свобода воли, мира не будет. Я убил человека, который так говорил. Смело. Но это лишь слова. Тогда отпусти меня. Я перейду от слов к делу. Скажи мне, повелитель, почему ты не подчинил меня, как остальных ассасинов? Почему сохранил разум? Кто ты и что ты делаешь слишком сильно связано. Лишить тебя одного, значит, лишите другого. А тамплиеры должны были умереть. Ну, ты прав. Я пытался. Тогда, когда показал тебе сокровище. Но ты не такой, как другие. Ты видишь сквозь иллюзии. Иллюзии? Это все, на что способны сокровища крестоносцев. Частица Эдема. Слово Бога. Теперь ты понимаешь? Вот и море не раступались. Вода не превращалась в вино. Не Ириния начала Троянскую войну. А вот это. Иллюзии. И только они. Твой план тоже всего лишь иллюзия. Заставить людей против воли идти за тобой. Чем она хуже фантомов, за которыми идут сарацинные крестоносцы? Кровожадных богов, покинувших мир, в котором люди убивают друг друга с их именами на устах? Я просто даю им одну иллюзию вместо другой. Ту, что не требует столько крови. Они сами выбрали себе фантомов. Вот как? Ты не слышал об обращении еретиков? Это неправильно. А, вижу, логика тебя подвела. Ты обратился к эмоциям. Я разочарован. И что же нам делать? Ты за мной не пойдешь, а мне тебя не заставить. А ты не оставишь свой жестокий план. Похоже, мы в тупике. Нет. В конце пути. Я буду скучать, Аль-Таир. Ты был лучшим учеником. Ты слеп, Аль-Таир. Как и был всегда. И всегда будешь. Ты где? Бегай еще за ним. Пошел. Блин, не получилось. Мой клинок видит у меня, Аль-Му Алим. Черт, пронзи. Почему я должен бегать искать? А то он меня должен бегать искать. Спасибо, вовремя мне. Вовремя мне там проворостой что-то говорят. Мама, на клинок поменяли и раз и все. Но как? Ученик не может убить учителя. Ничто не истина. Все позволено. Да будет так. Ты победил. Забирай свой трофей. Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно уничтожить. Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир? Никогда. Я сделаю это. Посмотрим. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что это томление духа. Ибо во многой мудрости многие печали. И кто умножает познания, умножает скорбь. Уничтожь их. Уничтожь, как я и сказал. Я... Я не могу. Можешь, Альтаин. Но не станешь. Короче, это места, где лежат еще артефакты. Готово! Это места, где еще артефакты лежат. То есть такие вот, как вот это яблоко Эдема. Не знаю, как он там называется. Черт, что это было? Ну? Карты у нас? Сколько? Не меньше шести. Это кто? Нам столько не надо. Хорошо, что у нас есть запас. Наверняка не все из них работают. По меньшей мере, две находились в местах, которых больше нет. Мы отправим отряды в каждую точку и посмотрим. В конце концов, нам нужна лишь одна. А остальные? Заберем их. Не оставим шансов на неудачу. Меньше всего нужно, чтобы кто-нибудь мешал нам в новом мире. Ассасин? Он сделал свое дело. Убейте его. Стойте. Вы знаете, как работают эти вещи. Вряд ли мы сможем просто забрать их. К чему вы это? Он может понадобиться. Его память. Я рекомендую сохранить его до тех пор, пока мы не будем точно знать, что нас не ждут сюрпризы. Это потеря времени. Вы сами сказали. Нельзя оставлять шансов на неудачу. Хорошо. Убедимся, что он нам не нужен. Потом убьем. Ладно. Какой добрый и толстый дядя. Прекрати подрывать мой авторитет. Я только что выручила вас. Идем. У нас много работы. Не расслабляйтесь, мистер Майлз. Мы скоро вернемся за вами. Окей. Что за черт? Она синим горит. Она, значит... Наша, да? А что это был-то? Нам поспать надо или что? На китайском что-то? Интересно, что это значит. Ну, что это значит? Видимо, мы узнаем во второй части этой замечательной игры. Вот, прошли бы с тобой Ассасин первый. Какая громкая музыка. Прикольная игрушечка, но немножко не хватает того-сего. Ну, игрушка старая, 2008 года или 2007. А так, игрушка прикольная, классная. Ассасин истинный, знаете, истинный Ассасин. Вот тот, который он задумывался. Это прикольно, классно. Увидеть с тобой в следующих играх когда-нибудь обязательно про нем второй Ассасин. Он тоже прикольный. Он мне тоже понравился. Там будем играть, по-моему, за Этсо. Вот, но это не точно. Вот, игрушка классная. Советую всем поиграть. Рад управления немножко корявенько, а так ничего. Увидеть с тобой уже в следующих играх. Всем до встречи, всем пока.